Да, Xiaomi представили ещё один смартфон. Что странно, утечек о нём было не так много, а те, которые были, они оказались точными. Сейчас в Китае этот смартфон можно купить по нормальной цене. Он не такой дефицитный, каким был Mi 11 или K40. Официальные цены следующие. Базовая версия 8128 стоит 506 долларов. Сейчас это самая популярная версия в Китае. 8256 стоит 537 долларов, а максимальную 12256 можно купить за 583 доллара. Карты памяти смартфон не поддерживает. Предзаказ для онлайн покупки открыт, а 12 марта он поступит в свободную продажу. Первые покупатели получат бесплатно беспроводную зарядку с воздушным охлаждением мощностью 30 Вт. Это приятно. С чего стоит начать, так это с дизайна. Он скопирован с Mi 10 Ultra. Он один из моих любимых смартов 2020 года. Но не всё один к одному. Например, датчики в основной камере тут слабее. 108, 13, 2,2 мегапикселя. Сейчас 10-ю ультру в Китае можно купить за 717 долларов. Учитывая, что ультра не глобальная и её сложно найти по хорошей цене, Mi 10S неплохой вариант за свои деньги, но не без минусов. Смарт работает на новом процессоре стам Dragon 870. Mi 10S как и K40 при нагрузках ощутимо греется. В среднем температура корпуса после получаса игры около 40 градусов, но тепло распределяется по всему корпусу. Экран у смартфона такой же, как в Mi 10 Pro. 6,7 дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 90 Гц и 20-мегапиксельной селфи-камерой. Размер датчика селфи-камеры вас порадует. Он значительно меньше, чем у K40. Он получил аккумулятор ёмкостью 4780 мАч с поддержкой проводной зарядки 33 Вт. Можно отдельно докупить новый зарядный кубик от Xiaomi. Смарт также поддерживает и беспроводную зарядку. Тут она 30-ваттная, за что опять же лайк. В комплекте есть переходник Type-C на 3,5 мм. NFC Smart, конечно же, поддерживает, а вот кубика зарядки в комплекте нет. Mi 10S рекламируется как самый лучший аудиосмартфон. Он получил стереодинамики и настроенные Harman Kardon. Продолжение следует...